Я вы Сергей Фурган Раз, два, три! Путин уходи! Раз, два, три! Путин уходи! Раз, два, три! Путин уходи! Просыпайтесь, города! С нашей родиной беда! Просыпайтесь, города! С нашей родиной беда! Один за всех! И все за одного! Один за всех! Врачей Фурган Врачей Фурган Я, мы, он, она! Захургала вся страна! Спасибо всем, кто пришли! Продолжаем! Врачей Фурган 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 представитель народного совета 27 движение за новый социализм хотел бы обратиться непосредственно с этой трибуны сейчас к медицинским работникам дело в том что очень все возмущены положением дел которые сейчас происходят медицине края но к сожалению сами медики и понятное дело стесняются боятся выходить на эту сцену но я хочу сказать что в стороне не останется никто посмотрите уже на сельские больницы всех поувольняли поувольнялись реструктуризировали по максимуму дойдет дело и до всех остальных хочу поздравить с наступающим праздником и приглашаю в следующий раз на эту сцену также заявляем что кандидаты которые пойдут нашего объединения случае его избрания не станет марионеткой в руках исполнительной власти приветствую свободный хабаровск спасибо всем кто сегодня смог прийти на этот митинг но сегодня сейчас я бы хотел обратиться не к вам я хотел бы обратиться к людям которые пока еще спят которые сидят дома на диванах и ждут лучшей жизни и даже не ходят на выборы теперь обращаюсь к ним выключите телевизор оглянитесь вокруг посмотрите что делают с нашей страной вам постоянно твердят о какой-то стабильности но где она и что она собой представляет может быть семьи чиновников которые живут за рубежом их имущество за рубежом до в другой стабильности может быть олигархат который стабильно богатеет пока наша страна рекордно вымирает а может быть стабильность это постоянный рост цен на еду лекарства бензин жкх где она эта стабильность партия власти понимая что натворила за эти годы постепенно закручивает гайки через законы наступая на наши права и свободы уничтожая выборы мы все с вами должны понимать что дальше будет только хуже и только от нас с вами зависит наше будущее мы должны прийти в сентябре на выборы эти выборы последний шанс спасти нашу страну спасти себя своих детей иначе потом зачистят остатки оппозиции и вас некому будут защищать и некому будет бороться за ваши права и свободы зачистят остатки независимых сми а потом придут к вам к вашим детям и поступательно последовательно будут превращать нас всех в рабов все это можно изменить я не хочу верить что российский народ потерял способность защищаться и защищать наше будущее поколение мы можем все изменить для этого нужно просто прийти в этом году на выборы просто прийти на выборы приходите на выборы голосуйте и вам не будет тогда стыдно смотреть своим детям глаза и не нужно будет объясняться за то что будет твориться в нашей стране не дадим фальсификатором ни единого шанса украсть наши голоса будем защищать наш выбор одна из сегодняшних проблем проблема такого глобального масштаба которая касается не только там города края но и всей нашей страны это проблема внедрения цифровой образовательной среды я думаю что многие уже слышали об этом точно также вы можете подойти и подписаться против внедрения образовательной среды и за законопроект лебедева который как раз таки предлагает установить на законодательном уровне прежде всего наше право на выбор родители право на выбор выбирать форму обучения для наших детей в том числе право на отказ от дистанционного образования и обязанность государства обеспечить традиционную форму образования в этом случае ребят очень хотел бы поблагодарить вас всех за то что вы сегодня пришли и оказываете поддержку самого первого дня задержания моего отца вот знаете одно хочу сказать если бы не вы не ваша помощь и ваша поддержка все бы уже закончилось и закончилось бы очень негативно его бы скорее всего уже судили незаконно но только благодаря вам и вашей поддержке он держится и он выйдет оправданно ребят еще раз от чистого сердца каждого благодарю ну наверно представляться уже не буду знаете многие огромное всем спасибо вам что собрались поддержали сергей ивановича в первую очередь стали против этой ну наверно правильно будет сказать не стесняясь называю этим словом до воровской поганой власти потому что она по сути такая есть посмотрите на нынешние проблемы края города целом россии посмотрите что происходит в россии с полиц заключенными не понравился какой-то какой-то человек путину в тюрьму в каталажку не понравился сергей иванович да его надо его в тюрьму не понравился он навальный надо его отравить в тюрьму и тому подобное таких много инцидентов да сколько нас прессуют пытается штрафами закидать кого-то сутки дают самое главное ребята я вам еще раз говорю загляните с нами к себе в душу этот страх его надо просто проступить один шаг вперед просто один шаг вперед что вы и сделали вас большое спасибо кто лишает себя борьбы тот лишает себя победы поэтому давайте бороться за свои права от пустите уже Фургала, невиновен он, невиновен он, отпустите уже Фургала, достала, достала, отпустите уже Фургала, невиновен он, невиновен он, отпустите уже Фургала, достала, достала Он невиновен, в глазах ведь все сказано Судьба нарисована, вина не доказана Он нужен, как воздух, навеки мы связаны Болеть за него до конца мы просто обязаны Отпустите уже Фургала, невиновен он, невиновен он, отпустите уже Фургала, достала, достала, отпустите уже Фургала, невиновен он, невиновен он, отпустите уже Фургала, достала, достала Фургала, достала, 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 достала Спасибо, Факарас Спасибо! 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 Продолжение следует...